Здоровье! Мы наблюдаем тут интересную картину, когда два козла не могут поделить одну козочку. Она тоже не может определиться. Один козел на этой стороне, другой на той. И вот пытается забор ломать. Этим без разницы. Козочка гуляется, а эти спокойно едят. Да, кстати, наш биток криптовалютный козлик. Да что ж вы делаете, забор ломаете, а? Он уже что-то все допистал. Прыгать. Вот только попробуйте мне забор сломайте. Сразу кто-то на мясо пойдет. На колбасу. Это у нас откуда такая козочка появилась? Откуда появилась эта козочка и еще другие, мы расскажем отдельно в другом видео. Они у нас буквально недавно появились. Ну что, что можно сказать? Одно слово. Козлодоевское. Беру тут, сделаю, что попало. Ломают мне. А тот прям бедный, аж весь на нервах развелся. Э, ну что вы делаете? Ох, только попробуйте мне сломать эту доску. Ну вот такая зима, вот так у нас зима потихонечку наступает. Уже все козы поперекрылись, вот, по идее, а это вот просто, ну, короче. Новичок приехал тут и это, ну, и так совпало, что вот она сейчас гуляется. Буквально сегодня утром заметил. Ну, слава богу, у меня есть это, ну, основной производитель козлик. И, ну, тот дополнительный, тот так, мы на мясо. Ну, все, что, господи, благослови, бог даст. Я думаю, что это он свое дело сделал правильно. И поэтому теперь надо отчитывать 5 месяцев ровно. И это сейчас запишем у себя в журнале. Все, и будем ждать приплод. Ну, а там видно будет. Сейчас это надоится там месяца за два, потом это прекратим доить. Ну, как и всех остальных. У нас тут некоторые вот паранчо покрылись. Там вот черная, например, пузатая тоже, наверное, паранчо принесет. Ну, так, дай бог. Так и появляется, в общем, большое хозяйство постепенно. Как это? Размножается там в какой-то прогрессии геометрической или математической. Ну, все, а ты теперь так и будешь пить. Биток уже за следующее принесся. А такая, нет, нет, нет. Я еще погулять хочу. Ладно, короче, ты-то. Ладно, короче, я уже разговариваю. Продолжение следует... Ладно. Спасибо. Продолжение следует...